Привет, мои дорогие друзья, с вами снова я, Олеся Медведева, ну и я уверена, вы уже в курсе того, что Борис Джонсон уходит в отставку, покидает пост премьер-министра Великобритании. О том, почему так случилось, кроме того, что Джонсон не справился с экономической политикой и с многими другими вещами, не выполнил обещания консерваторов, я рассказывала в одном из вчерашних выпусков, я четко уверена, что вы его уже посмотрели, правда ведь? Ну, о Джонсоне более подробно поговорим сегодня с вами в итогах. Это видео я хочу посвятить другой теме, а именно противоречиям, которые периодически возникают между генштабом ВСУ и офисом президента. Вот эта ситуация, которую мы с вами подробно тоже обсуждали касательно приказа генштаба ВСУ о том, что мужчина, если хочет выехать за пределы области или района, ему надо получать разрешение военкомата, разрешилось. Выглядело это крайне подозрительно и, надеюсь, вы помните, какие мы выводы сделали из этой ситуации. Во-первых, живой силы действительно в украинских войсках не хватает и всячески прощупывают почву касательно того, чтобы усилить, скажем так, определенного рода меры. Ну и второй момент – это какие-то внутренние противоречия между офисом президента и генштабом, в частности, между Зеленским и Залужным. Хоть обе стороны наличие разногласий отрицают, это же уже далеко не первый звоночек, который свидетельствует о том, что отношения между политическим и военным руководством очень непростые. Вы спросите, а что происходит, а я вам, конечно же, отвечу. Разберемся в этом прямо сейчас. Все вот эту эпопею с приказом Генштаба ВСУ я пересказывать не буду, вот просто ссылочка на вот этот блог. Если вы не в курсе, не в теме, то, пожалуйста, посмотрите. Но акцентирую, пожалуй, ваше внимание на том, что когда волна критики поднялась, в том числе и от депутатов, от слуги народа, Залужный, что написал. Напоминаю, продолжается война, вы нужны своей стране, все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те из вас, кто планирует выезд за границы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК, то есть военкоматов. Потом, конечно же, критика не остановилась, предприниматели, волонтеры, в общем, все писали в социальных сетях о том, что, ну, здесь, как бы, мягко говоря, есть нарушение конституционных прав. Ну и потом, уже вечером, на это все отреагировал Зеленский в своем традиционном видеообращении. Он сказал, есть разные оценки такого решения, есть непонимание и даже возмущение в обществе. Я поручил министру обороны, начальнику генерального штаба, главнокомандующему вооруженными силами Украины, доложить мне все детали во время завтрашнего очередного заседания ставки верховного главнокомандующего одним из пунктов повестки дня. Я обещаю народу разобраться с этим и прошу в дальнейшем генеральный штаб не принимать без меня подобных решений. Ну и дальше, как вы понимаете, военное руководство сдало назад. Заложенный вчера сказал, что приказ отменяется, все вот эти моменты отправляются на доработку и вообще неправильно поняли. Это все было внутреннее распоряжение, а тут толковали кто как хотел. Выглядит, как я уже сказала, это все, мягко говоря, странно. Зачем было выносить на публику вот это все, если можно было обсудить в рабочем порядке на одном из очередных каких-то заседаний, совещаний? Зачем вот было это все? По всей видимости, военное руководство страны, исходя из довольно напряженной ситуации на фронте и, очевидно, больших потерь, хочет понять, какими мобилизационными возможностями обладает для того, чтобы в случае чего оперативно увеличить призыв по мобилизации. И я уверена, вы наверняка заметили, что в последнее время прям очень сильно идут сигналы о том, что воевать придется миллионам мужчин, ну не только им, а еще и женщинам. Спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Брачук, если война затянется, подавляющее большинство мужчин и значительное количество женщин станут в строй. Служить придется практически всем. Политолог Вадим Карасев по поводу этого говорит следующее. Похоже, война переходит в новое качественное измерение. Она будет расширяться качественно за счет, например, введения новых вооружений и количественно. Во втором случае это подразумевает, помимо прочего, еще не всеобщую мобилизацию, но подготовку к ней. В том числе путем ужесточения учета мобилизационного потенциала. Судя при акции на решения военных, многие оказались не готовы к тому, что война может быть не только на удаленке, а власти среагировали на возмущение. Ну, что тут можно сказать в тех областях, городах и населенных пунктах Украины, где не слышно постоянно канонады? Народ следит за войной, но довольно отвлеченно, стараясь по мере возможности жить обычной жизнью, хотя бы для того, чтобы продолжать работать, а не постоянно сидеть в депрессии от того, что новости такие новости. Власти периодически, кстати, упрекают в этом людей, но другие представители власти говорят, что отстаньте от людей, пусть они продолжают работать, обеспечивают тыл. Решение генштаба грозило еще сильнее надломить вот этот уклад, со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая угрозу социального бунта. И Зеленский, судя по всему, решил не искушать судьбу. Хотя, как я уже говорила, это абсолютно не отменяет того, что, исходя из ситуации на фронте, будут так или иначе возвращаться к активизации, мобилизации. Но, возможно, и, скорее всего, в немного другой форме, подготовившись при этом в информационном плане получше. В то же время эта тема вызвала обсуждение и политического аспекта. С учетом того, что, как я уже сказала, Зеленский, по сути, публично поставил Залужного на место, причем сделал он это не первый раз, а первый раз, я напомню, касался того, что Зеленский сказал Залужному разобраться с вопросами снабжения украинской армии. Также в раскрутке вот этого негатива вокруг Залужного по поводу этого приказа принимали участие и слуги народа, и Арестович. Ну, это все, конечно же, неспроста. Довольно критически также оценивают данный поступок Залужного и целый ряд экспертов, которые считаются близкими к Банковой. Кто-то пишет, что Залужного подставило его окружение, которое не первый раз пытается втянуть главкома в какие-то политические игры. Традиционно Зеленский из-за Лужной наличия каких-то противоречий между собой отрицают. И в этот раз Зеленский тоже сказал, что никаких противоречий с главнокомандующим ВСУ у него нет, а ограничения на передвижение назвал мелкой ошибкой. Но в то же время слухи о том, что противоречия все же есть, ходят уже давно. И с каждой подобной ситуацией эти слухи становятся все более настойчивыми. Причиной таких разноклассий в первую очередь называют вопрос политической конкуренции. Зеленский после начала войны по своей популярности оставил далеко позади всех остальных политиков. Однако при этом очень серьезно вырос уровень доверия к главкому ВСУ. Причем доверие среди населения к вооруженным силам Украины выше, чем к президенту. Уровень доверия к ВСУ по опросу КМИСа составляет 97%, а к Зеленскому 85%. Пока нет публичных данных, публичных результатов опросов, где замеряли бы рейтинг залужного. Однако что-то мне подсказывает, что для внутреннего пользования банковая себе такой опрос уже заказывала. Хотя сам залужный, насколько я помню, никогда не говорил о том, что у него там есть какие-то политические амбиции. Но еще с весны в политических кругах распространена теория о том, что залужный это по сути единственный человек, который может составить Зеленскому реальную конкуренцию и даже победить его на выборах. Дополнительный момент это наличие прямой коммуникации, прямого контакта между залужным и верховным командованием Соединенных Штатов Америки. Без посредничества Зеленского или там Ермака или кого бы то ни было. Главком ВСУ регулярно созванивается с тем же начальником штабов Соединенных Штатов Америки, это аналог нашего генштаба Марком Милли. Он об этом сообщает в соцсетях и все это тоже происходит без посредничества Офиса Президента. Также периодически возникают слухи, правда пока не подтвержденные, о наличии разногласий между военным и политическим руководством Украины относительно стратегии и тактики действий на фронте. Например, обсуждалось, что якобы главком ВСУ говорил о необходимости отвода украинских войск из Северодонецка и Лисичанска, чтобы те не попали в котел. А Зеленский же настаивал на продолжении сопротивления. Но опять же таки, эти слухи пока на данный момент никакого объективного подтверждения еще не имеют. Войска, как мы знаем, по итогу отвели и это решение публично поддержал Зеленский. Но так или иначе слухи о довольно сильном напряжении между Зеленским и заложным продолжают ходить. А после скандала с появлением вот этого приказа, что необходимо получать разрешение военкомата для выезда, эти слухи только усилились. При этом важно отметить, что главком ВСУ и другие представители военного руководства страны со своей стороны воздерживаются от ответных обвинений в адрес политического руководства. По поводу этой ситуации Вадим Карасев, политолог, комментирует. В условиях войны на фоне дискредитации олигархии как основного класса политического режима формируется новый военный класс. У него уже проклевываются политические амбиции, может быть своя программа. Ситуацию на фронтах будут обыгрывать уже не только власти и вообще политики. Стороны начнут активнее приписывать себе победы, а поражение конкурентам. Вполне вероятно, что кто-то третий попробует раздувать этот конфликт, ставя на заложного вместо Порошенко. Как? На альтернативу Зеленскому. Несмотря на заслуги президента в сопротивлении Российской Федерации, часть так называемого патриотического сообщества не хочет видеть его лидером страны и будет подыгрывать его позиции, надеясь на смену власти. И хочу заметить, что вообще Зеленский очень сильно не любит конкуренцию. Помнится, в начале российского вторжения было больше спикеров, которые были довольно харизматичными. И там некоторым из них приписывали большую политическую карьеру, вплоть до того, чтобы стать преемником Зеленского. Я сейчас Виталия Кима имею в виду. А потом он как бы пропал со всех радаров. О нем стали намного меньше писать. Он стал меньше снимать видео и вообще стал вести себя абсолютно по-другому. И случилось это, скорее всего, не потому, что сам Ким просто так захотел. Вот такая информация к вашему размышлению, друзья мои. Совсем скоро с вами снова увидимся, ведь скоро будем подводить итоги уходящего дня. Чтобы не пропустить, обязательно подписывайтесь на наши каналы «Страна Юэ» и «Ясно понятно» в Ютубе и телеграм-канал «Политика Страны» тоже ждет вашей подписки. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok